Здравствуйте, друзья! Друзья, с вами проект «Бессмертные души» – литературная телевизионная олимпиада среди школьников Карачаева Черкесской Республики. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. У меня для вас еще раз хорошая новость. Мы на стадии полуфинала. У нас вторая полуфинальная игра. Друзья, сегодня мы с вами в очередной раз получим удовольствие от лицезрения игры знатоков русской литературы. Тем более на кону выход в финал. Давайте посмотрим, кто же сошелся во второй полуфинальной игре. Знакомимся с командами. Справа от меня команда, которая представляет Карачаевский район. Капитан, вам слово. Мы команда Книга-Люба. Я капитан команды Амина. Справа от меня на зеленой кнопке Денислан, на синей кнопке Амина и на желтой кнопке снова Денислан. Ребят, вы заряжены, я это чувствую. Снова рад приветствовать вас в студию. Удачи вам в этом полуфинале. Давайте знакомиться с их оппонентами. Команда, которая представляет Зеленчукский район. Капитан, вам слово. Здравствуйте. Мы команда Элегия представляем первую школу станицы Зеленчукской имени Виктора Петровича Леонова. В нашей команде играют я, капитан Вероника, зеленый игрок Софья, голубой игрок Полина и желтый игрок София. Спасибо большое, девочки. Тоже рад вас приветствовать в полуфинале. Удачи вам. Друзья, не буду задерживать вас от этого приятного момента посмотреть, на что же способны школьники Карачаева Черкесии и каковы они в теме русской литературы. А я напомню вам, что вы можете посмотреть предыдущие выпуски, узнать, какие команды принимали участие, как разворачивались события по ходу турнира внутри нашего проекта, потому что у нас были отборочные этапы в каждом из 10 муниципальных районов нашей Карачаева Черкесской республики. И вот сейчас топ-4, в данном случае две из них команды борются за выход в финал. Уверен, вам будет интересно. Поехали и традиционно. Капитан, команда готова? Как всегда, всегда готова. Отлично. Капитан, команда готова? Готова. Что, друзья, начнем? Внимание, вопрос без темы. На момент выпуска поэт по успеваемости стал 26-м из 29 учеников. Пушкин. Пушкин – это правильный ответ. Счет 1-0. Чуть-чуть опередила. Педагоги отмечали, что успехи юноша демонстрировал только в фехтовании французской и русской словесности. Тема – литература и история. Внимание, вопрос. При каком царе в России началось книгопечатание? Иван Грозный. Иван 4-й. Спасибо. Иван 4-й Грозный. Супер. Спасибо, капитан. Счет становится 2-0. Отрываются. Надо догонять. Я знаю, у вас игра начинается с 4-х, но, пожалуйста, соберитесь. Тема ваша, еще одна любимая, называется «Животные». Она была охотничьей породы. Комнатная собачка. Каштанка. Мимо. Вежливая и деликатная. А он – большой дворовый лохматый… Нет версии. Лохматый пес, имевший на своих ушах следы сражений. Между ними были дружеские отношения, согласия. Они были очень преданны хозяевам, и их преданность была бескористной. Назовите произведение Александра Ивановича Куприна. Тема «Животные». Белый пудель. Интересная версия, но нет. Две собаки. Две собаки. А ты хорош. Три дворняги. Нет, на самом деле нужно уметь креативить, тем более «Желтый игрок» у вас неоднократно доказывал, что он это умеет, и даже спасал игру командой. Но нет, в этот раз нет. Думайте еще. Ну, в принципе, произведение, название достаточно такое. Я бы сделал вам подсказку, но не могу все-таки полуфинал. Ну, разве что вы сильно попросите. Давайте. Хорошо, давайте попробуем. Тем более еще 2-0, да, у нас не так далеко. В принципе, еще можно догнать. Когда-то мы с вами играли тему через И, точнее после И. Мы когда-то с вами играли тему после И. Там, униженные, оскорбленные. Барбос и Журка. Правильно, Барбос и Журка. Вот почему нужно следить за игрой на любом этапе. Счет 3-0. Ну, вы все попросили подсказку? Я ни в чем не виноват. Меня, пожалуйста, не обвиняйте. Они отрываются, надо догонять. Я так, на всякий напомнить решил. А мы продолжаем. Постарайтесь чуть-чуть послушать. Хорошо, чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть. Гоголь 158 сантиметров. Пушкин 166, по некоторым свидетельствам 160. Есенин 168 сантиметров. Достоевский 169 сантиметров. Бродский 178 сантиметров. Толстой 181 сантиметр. Чехов 187, уже чуть выше меня. Маяковский 189. Тургенев 192. Горький 193. А какой рост был у Лермонтова? 160. Хорошая версия, но далека. Метр 97. Опа, ничего себе. Ну, нет. Я вам прочитаю еще раз. Посмотрите, здесь есть кое-какая подсказка. Слушайте числа. Гоголь 158, Пушкин 166, Есенин 168, Достоевский 169, Бродский 178, Толстой 181, Чехов 187, Маяковский 189, Тургенев 192 и господин Горький 193. Подсказка есть. 178 сантиметров? Нет. 187. Нет. Она была 4. 163. Такая, знаете, по-моему, остаточная выжить, что нахуй идет 160. Ну ладно, 3, да? Капитан? Это 160. Ну вы нажимали. Это я была. 173. 173. 173, нет. 179. Нет, желтый игрок. Толстой 181, Чехов 187, Маяков 189, 92, 92. 177. 96. Нет. О, нет. Он никогда не был. Нет. Давайте все по одной версии и сразу моментально включаем игровое поле. Начнем с вас. Любую версию. Ну ладно. Метр 86. Мимо. Все, ваше речь. 175. Нет, все. Я Миронович Александр, представляю Зеленчуковскую школу номер один. И я могу предположить, что это ответ 167, так как эта цифра была пропущена между 166 и 168. Александр, логика правильно, число нет. Ну аплодисменты ему. Он понял, в чем матрица. Правильный ответ 170. Просто 170. Теперь смотрите. Гоголь 158, значит метр 50 мы закрыли. Пушкин, Есенин, Достоевский в 160. Соответственно, 166, 169. И сразу скачок на Бродского, где у него 178. Я поэтому вам говорил, слушайте числа, да. Ну я понимаю, сложно, очень сложно, но вы могли просто даже знать, без подсказок, что Лермонтов это 170 сантиметров рост. И имейте в виду, помимо таких реально мастодонтов, гигантов, как Чехов, Маяковский, Тургенев, Горький, особо остальные все были среднего и ниже среднего роста. Кстати, вам надо судить почитать. К сожалению, не взяли вопрос. Большое спасибо аудитории, это было очень классно. Продолжим. Внимание, вопрос. Прослушайте строки и ответьте на вопрос, который я задам в конце. Я звал тебя, но ты не оглянулась. Я слезы лил, но ты мне снизошла. Ты в синий плащ печально завернулась. В сырую ночь ты из дому ушла. Не знаю, где приют своей гордыни. Ты, милая, ты нежная, нашла. Я крепко сплю. Мне снится плащ твой синий, в котором ты в сырую ночь ушла. Символом чего является синий плащ в данном стихотворении Александра Блока? Слезы. Нет. Хорошая версия. Дождь. Дождь мимо. Нет, что нет. Крылья птицы. Крылья птицы, хорошая версия еще. Вот как раз вы же любите рассуждать. Порассуждаем. Цвет грусти просто. Интересно. Печали. Интересно. Ну, не совсем эмоция. Скорее, что-то полудействие, полуэмоция. Депрессия. Еще. Исчезновение. Разгонять. Материалом для создания этого фильма послужила пьеса Михаила Булгакова, написанная им между 1934 и 1936 годами на основе другой пьесы под названием «Блаженство». Первая публикация относится к 1965 году, то есть пьеса увидела свет уже после смерти автора. Назовите фильм, если известно, что он часто показывается в декабре, но я склонен к капитану, но и вы были прям на долю. Давайте просим их, пожалуйста. Ирония сбыли с таким паром. Мимо. Иван Васильевич меняет профессию. Иван Васильевич меняет профессию. Чуть-чуть промахнулись. Ну, так бывает. Иван Васильевич называется произведение, а фильм, который часто показывает в декабре, а в названии есть правитель. Вот так оканчивается вопрос. Ну, у нас фольстарта нет. Друзья, бывает. И даже в полуфинале команды, которые уверенно шли весь этот период, сами одерживали победу над другими командами с сухим счетом, а иногда наоборот доводили до очень нервных, щекотливых ситуаций. Но факт остается фактом. Ведь мы здесь все сражаемся за звание знатоков. И умение воспроизвести знания, и догадаться до вопроса. И корни вопроса тоже от нас компетенций. Друзья, мне не верится, но я делюсь с вами этой радостной новостью. Следующий этап – финал. Определились команды «Финалист». Это команда Зеленчукского района и команда Усть-Жгутинского района. Да, интересный получился турнир в рамках нашего проекта «Бессмертные души». Я вам рекомендую, посмотрите предыдущие выпуски, обогатитесь информацией, интересными фактами и произведениями из русской литературы. А самое главное, уже сейчас можно с полной уверенностью заявить, что мы можем испытывать чувство гордости за наших школьников. С вами был проект «Бессмертные души». Литературная телевизионная олимпиада среди школьников Карачаева Черкесской Республики. Наш проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. До встречи на финале! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова